Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинанс и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте посмотрим на текущую ситуацию. Вчера прошло заседание ФРС. В общем-то, итоги были ожидаемыми. Программа выкупа с ноября будет прекращена. И, соответственно, решение ФРС вчера вечером привели к финальному ослаблению других валют, кроме доллара. И сегодня самая странная ситуация связана с поведением рубля относительно доллара. Сегодня мы видим такое достаточно резкое укрепление рубля относительно доллара и евро тоже. Скорее всего, это связано с тем, что участники рынка фиксируют позиции. Завтра ожидается заседание АЦБ России. И с большой степенью вероятности процентная ставка будет повышена, минимум на полпроцента. Есть даже прогнозы, что больше, чем на полпроцента могут повысить. И, возможно, будут еще какие-то меры оглашены, которые будут содействовать стабилизации валюты. Поэтому некоторые участники предпочли зафиксироваться. Возможно, есть такие слухи, что какой-то крупный участник свою выручку продавал. Сложно сказать, что привело к такому сильному резкому укреплению рубля. Где-то рубля на полтора. В моменте даже было где-то рубль 90 в какой-то момент. Пока вот сейчас небольшой отскок есть. Поэтому до где-то 41 рубля, в принципе, может вот это коррекционное движение продолжиться. Все остальное будет зависеть завтра от решений ЦБ, насколько будут действенные меры. То есть, то валютное ГИПО, которое было введено Центробанком и которое было предложено банком вчера, оно не пользовалось никакой популярностью и, соответственно, на ситуацию никак не повлияло. Поэтому посмотрим, каковы будут дальнейшие действия ЦБ. Возможно, вот если будет действительно существенное повышение ставки, возможно, это на какое-то время остановит ослабление рубля и, может быть, мы увидим какую-то здесь коррекцию. Но как в среднесрочном плане, скорее всего, рубль будет продолжать слабеть, если санкции будут сохраняться и ситуация будет сохраняться как текущая. Поэтому даже, скорее всего, повышение процентных станок в кинодолго не остановит услабление рубля. Пока все-таки тренд остается однозначно здесь у доллара восходящий и текущее снижение можно рассматривать пока только как коррекцию. То, что касается рынка фондового. Сегодня индекс МВБ немножко скорректировался в район 1430, в район пробитой линии тренда, которую мы здесь рассматривали. То есть после пробоя коррекция обратно к пробитой линии. И, собственно, сейчас вот этот уровень 1430 вполне может быть использован индексом для дальнейшего повышения. То есть она уже будет опираться на эту зону. И, в общем-то, в течение ноября будем ждать продолжения повышения индекса МВБ и, соответственно, российских бумаг. По-прежнему основные идеи в дивидендных акциях. И сейчас вы знаете, что в ряде компаний были назначены промежуточные дивиденды. Даты закрытия реестров находятся по дивидендам практически все декабские. И, скорее всего, вот эта ситуация поможет продержаться рынку до конца декабря на достаточно высоких уровнях. А дальше вот уже время покажет. Поэтому пока вот есть, ну, так скажем, основания ждать повышения. То есть вот это выплаты вот этих рекордных дивидендов связаны со следующей ситуацией. Со 2015 года повышается налог на дивиденды. То есть раньше был 9%, станет обычно это 13%, как с обычной прибыли. И поэтому компании спешат выплатить дивиденды в этом году, чтобы получить, заплатить меньше налогов. И к тому же в следующем году будут приняты такие определенные законы, направленные на деофшеризацию. Компании продают некоторые зарубежные свои активы, компании, и вот эти полученные деньги выплачивают в виде дивидендов. То есть идет вот такой процесс, такой пир во время чумы. И вот эта вот ситуация довольно странным образом поддерживает рынок, как в ожидании вот этих вот достаточно рекордно высоких дивидендов. Поэтому эти бумаги, по которым будут назначены дивиденды и будут проводиться собрания акционеров в декабре месяце, по ним, скорее всего, ситуация будет получше. Они будут более стабильно держаться на высоких отметках. Итак, по индексу МЛВБ ждем продолжение повышения в районе 1500 в течение ноября месяца, скорее всего. Не так быстро. По отдельным бумагам, что здесь ВТБ, ничего интересного, пока 4 копейки не будет пройдено, пока нас эта бумага не интересует. Но и в общем-то в целом финансовый сектор нас пока не радует, поэтому другие варианты есть более интересные. К «Газпром» ждали мы движения в район 140 рублей практически. Немножко цены не дошли, там какие-то копейки до 140 рублей, но в принципе цель выполнена. Цель выполнена здесь, и остальное будет зависеть от того, как будут пойдут дальше успехи, какие будут в переговорах по газу. На сегодня заявлялось, что есть достаточные основания ожидать, что все-таки договор будет подписан. Украина нашла деньги на оплату текущих поставок. Но вот пока в подвешенном состоянии вопрос, кто будет ей помогать платить долг, даст ей Европа денег или нет. Пока этот вопрос остается открытым, и в случае позитивного решения этого вопроса, в случае поступления денег «Газпрома», тут может быть продолжение восхождения. ГМК «Нурникель» пока остановился в своем движении, и ожидаемые дивиденды уже вошли в цену, и, скорее всего, дату закрытия реестра перенесли на декабрь месяц. Вот эти дивиденды будут держать бумагу на высоких уровнях. Движение, дальнейшее движение вверх маловероятно, по крайней мере, значительное, потому как уже уровни вполне справедливые. Цены на «Никель» в последнее время достаточно неплохо подрастают, что, в общем-то, поддерживает акции и компании. По «Лукойлу» в принципе тоже были хорошие новости по «Лукойлу». Компания тоже собирается менять свою дивидендную политику, то есть собирается платить больше дивиденды и улучшать дивидендную политику год от года, выходить на дивидендную доходность порядка 6% годовых. Это, в общем-то, в среднесрочной и долгосрочной перспективе должно поддержать акции компании и привлечь к этим бумагам больше интереса инвесторов. Поэтому здесь потихонечку, скорее всего, ситуация будет выравниваться и, возможно, также мы будем видеть движение постепенное вверх, но, скорее всего, не особо такое впечатляющее. Так, дальше. Сегодня состоялся суд по АФК-системе. Суд принял решение, что акции Башнефти будут конфискованы у АФК-системы и переданы государству. По сути дела, до решения суда, акции системы достаточно существенно росли, где-то порядка, наверное, 10% был рост, но вот он практически больше половины после решения суда сдулся, этот рост. Но, в общем-то, определенность, она все равно лучше, чем какая-то неопределенность. Сейчас нет пока неизвестных подробностей, то есть оснований для принятия такого решения, известно только само решение. И поэтому после появления всей такой информации, разъясняющей, вполне возможно, что бумаги стабилизируются и постепенно начнут как-то восстанавливаться, вряд ли быстро. Точно так же немножко сегодня прибавляют акции Башнефти тоже на появление какой-то определенности. Ну и неплохо растут акции МТС, потому как, в общем-то, они не были никак задеты в этой ситуации и, собственно, бумаги постепенно начинают восстанавливаться. Так, дальше, что еще? Роснефть пока уровень 235, вот этот вот уровень сопротивления достаточно, такой долгосрочный здесь на пути находится. Поэтому пока, я думаю, что есть смысл подождать. Сбербанк достаточно вяло реагирует на ситуацию, то есть сейчас есть более интересные бумаги и на другие акции просто не хватает, так скажем, денег участников. Все деньги на рынке сосредоточены в бумагах, в которых есть какие-то понятные идеи. И, соответственно, пока здесь ситуация не очень впечатляющая. Поэтому я думаю, что пока следует немножко побыть в стороне от бумаг финансового сектора. Он пока далеко не фаворит. Так, по Северстали мы ждали цель 450 рублей. Практически цель достигнута, но тоже закрытие реестра в декабре, ожидаемое дивиден на 54 рубля. Тоже до закрытия реестра будет, скорее всего, цена держаться на высоких уровнях, поддержит вот эта ситуация. И, соответственно, перед закрытием реестра, скорее всего, будет уже фиксация прибыли. Пока, мне кажется, есть смысл пока оставаться в бумагах, смотреть, как там, может быть, немножко перехлестнет цель 450, может быть, еще некоторое движение будет. Поэтому пока, я думаю, что побыть в бумагах можно. То же касается и ММК, ММК тоже пообещала дивиденды, тоже там закрытие реестра в декабре и собрание акционеров тоже в декабре. ММК тоже обещала поменять дивидендную политику, то есть раньше дивиденды платились очень регулярно. И вот текущие дивиденды тоже, в принципе, обещаны не очень большие, 58 копеек на бумагу. Но вот, по сути дела, уже также обещанные дивиденды вошли здесь уже в цену. Вошли в цену. И, собственно, это помогло акциям преодолеть существующий здесь достаточно сильный уровень сопротивления 8,5 рублей. Поэтому сейчас где-то и, по сути дела, даже вот следующий уровень тоже в 9 рублей тоже получилось, что цены преодолели. Поэтому, в принципе, перспективы хорошие. И до декабря месяца может вот текущее движение вверх может продлиться. То есть сейчас в текущей ситуации вполне возможна некоторая коррекция, но потому как уже основная информация вошла в цену. Но, в общем-то, ожидание дивидендов и ожидание декабрского закрытия реестра продержат бумагу до декабря, скорее всего, вблизи текущих уровней. Возможно, будет еще какое-то доборное небольшое повышение. То есть пока тоже, мне кажется, в бумагах есть смысл оставаться. Сургут ПРФ спрашивают. Давайте посмотрим, что Сургут ПРФ. Здесь, по сути дела, в течение нескольких дней, последних четырех дней, идет набор высоты. Вот мы ожидали отскок от уровня 26,5. И здесь сейчас ориентиром выступает район 29,5, район сопротивления предыдущие уровни, которые здесь были достигнуты ранее. Поэтому вполне возможно, в районе 29,5 рублей, вполне возможно, какая-то фиксация прибыли будет наблюдаться. Но, мне кажется, пока тоже в бумагах есть смысл побыть, посмотреть по ситуации, как будет развиваться. Пока вот позитив на рынке, он может в течение ноября сохраняться. И пока закрывать длинные позиции, мне кажется, смысла не имеет. Нефть, в общем-то, в последнее время немножко показывает некоторые признаки восстановления. Сегодня выше 87 долларов за баррель, правда, она не смогла удержаться, что не есть хорошо. Но, по крайней мере, нисходящая тенденция пока приостановилась. И поэтому до конца года вполне может цена все-таки закрепиться выше 87 долларов. Есть такие ожидания. Поэтому нефтяные бумаги сейчас, в принципе, должны неплохо чувствовать себя. И поэтому вот эти вот позиции в этих бумагах, в принципе, поспешить закрывать, мне кажется, не стоит. Так, что еще? Вопрос Берпреф. Ну, вот тут опять ситуация с финансовым сектором, она нас не очень радует, потому как этот сектор пока сейчас не вызывает никакой привлекательности у участников рынка. Они сейчас все сосредоточены на металлургических бумагах, на бумагах нефтяного сектора. И вот остальное пока находится в таком не очень привлекательном состоянии. Поэтому здесь Сургут Берпреф пока держится выше поддержки в 55 рублей. Но каких-то здесь пока вот перспектив и желаний двигаться на более высокие уровни пока здесь не видно. Ну, вот посмотрим на самом деле, потому что вполне возможно, если в ноябре будет рынок продолжать подрастать, то есть в целом на рынке будет более позитивная ситуация, может немножко на более высокие уровни здесь выйти цена. Но, как сказать, лидером, скорее всего, не будет. Лидеры все-таки будут, наверное, в тех акциях будет более симпатичная ситуация, которые все-таки обещают дивиденды. Ну, вот, скажем, акции М-Видео тоже в последнее время начали подниматься со дна тоже на обещание дивидендов. То есть у М-Видео не состоялась сделка с Эльдорадо, и та сумма, которая была на это, ну, так скажем, отложена или зарезервирована, часть этой суммы собираются выплатить в виде дивидендов. То есть там назначен дивиденд где-то 25 рублей на акцию. Это, в общем-то, неплохой дивиденд, где-то больше 10% доходность. Получается дивидендное закрытие реестра 16 декабря. То есть тоже до декабря здесь может позитивная ситуация продолжать развиваться. То есть здесь, может быть, в район 220 вполне может цена продолжить подниматься. Вот, наверное, и все по бумагам. Уралкалий тоже, в принципе, может еще немного подрасти. Здесь сейчас сильный уровень сопротивления 50 рублей за бумагу. Если он будет преодолен, то, собственно, может произойти дальнейшее повышение. В том случае, если не будет каких-то негативных новостей о продаже пакета акций внутри крупных акционеров. В этом случае вполне может быть восстановление бумаг продолжится. То есть сейчас на рынке какие-то идеи появляются. И вот основные все-таки это идеи, это то, что компании спешат выплатить дивиденды до конца года. И вот это может поддержать рынок на достаточно высоких уровнях и продвинуть его еще несколько выше. Поэтому вот те компании, с которыми связаны вот эта вот история с выплатой дивиденды, они будут до конца года чувствовать себя лучше на рынке. Так, по фьючерсам. На нефть мы посмотрели, на рубль, доллар тоже. Давайте глянем на фьючерсный индекс РТС. Здесь у нас было в планах увидеть 107 тысяч. Но вот на самом деле даже больше движения произошло. Но это связано именно с ситуацией резкого укрепления рубля, что, собственно, было не совсем, так скажем, планово. Это достаточно неожиданно произошло. Имеется в виду, что так одномоментно сильно вот этот вот рубль укрепился. Поэтому здесь было сильное движение. Был достигнут уровень 108 тысяч. И, собственно, вот пока произошла остановка. Но, в общем-то, есть некоторые перспективы еще некоторого повышения фьючерса на индекс РТС. Если в ноябре действительно на рынке будет вот этот устанавливающийся позитив, получит развитие. Если будет заключен газовый договор, если будет стабилизироваться ситуация с Украиной, что на самом деле не факт, что обязательно будет. В следующие выходные, даже не в следующие, можно сказать, в эти выходные пройдут выборы в Донецке, в Луганске. И, в общем-то, эта ситуация может спровоцировать какую-то следующую волну военной активности. И вот в этом случае, конечно, все позитивные завоевания рынка могут быть достаточно быстро нивелированы. Поэтому такой позитив сейчас, ну, так скажем, достаточно хрупкий. И пока ситуация сохраняется такая стабильная, рынок пользуется этой ситуацией и подрастает. Ну, и также много будет зависеть от завтрашнего заседания ЦБ. Он также, эти решения смогут в лучшем случае стабилизировать ситуацию на рубле-долларе. И это может привести к некоторому закрытию позиций спекулятивных на валюте и к перетоку этих денег на фондовую секцию. И, в общем-то, вот это хотелось бы увидеть, чтобы на рынке появились, на фондовой секции появились деньги. И чтобы вот этого движения хватило на такое предновогоднее ралли. О, сори. Вот, собственно, наверное, и все на сегодня. Давайте будем на этом завершать. И спасибо всем за внимание. До свидания.